Всем привет! В прошлом видео о постройке станка мы остановились на том, что для полноценной работы мне нужно изготовить систему охлаждения зоны резания. Этим мы сегодня и займемся, а в конце ролика, конечно, что-нибудь пофрезеруем. В процессе фрезерования металлов очень важно удалять стружку и отводить тепло от фрезы и заготовки. Самые распространенные схемы это подача смазочно-охлаждающей жидкости и вторая система это использование струи сжатого воздуха. Подачу сож я сразу отметаю, так как станина у меня из бетона. Поэтому будем делать обдув воздуха. Как правило, для этого используют воздушный компрессор и пневмореле. Но мой канал не про стандартные решения. Мне же просто нужно получить мощную струю воздуха, чтобы сдувать стружку и охлаждать фрезу и заготовку. А с этой задачей вполне справится высоконапорный центробежный вентилятор. Конечно, вы вряд ли найдете такой в продаже, но его всегда можно изготовить самому. При этом делать мы будем не только сам вентилятор, но и электродвигатель под него. Будет одно единое устройство, состоящее из минимума деталей. Итак, вот эти детали. Напечатаны они на 3D принтере пластиком ABS. Эту деталь мы назовем задней крышкой. Это пусть будет основной корпус. Ротор с магнитами. Магниты установлены с чередованием полюсов. Все это сидит на валу с подшипниками. И сам ротор я немного отбалансировал. Рабочее колесо вентилятора. Скажем так, изготовлено по мотивам крыльчаток центробежных компрессоров. Черный пластик плохо выглядит на видео. Сейчас вставлю другое. Ну а это верхняя крышка. Двигатель у нас будет бесколлекторным. Сейчас очень важный момент. Это формирование магнитного сердечника двигателя. Без сердечника он тоже будет крутиться, но мощности там не будет и в помине. А с сердечником это будет нормальный рабочий электродвигатель. Можете поставить лайк, если видите такую технологию впервые. Заполняем заранее предусмотренные в детали пустоты порошковым железом. Его можно купить в интернете по 2 доллара за килограмм. Теперь пропитываем порошок суперклеем. Клей очень текучий, сразу пропитывает железо и быстро высыхает. Для больших двигателей лучше смешивать порошок железа с эпоксидкой, примерно 10 к 1. Кстати, такой сердечник можно использовать и для генераторов, например ветряков. Конечно, он не сравнится с заводским, набранным из пластины электротехнической стали, зато изготовить его проще простого. Планирую в будущем сделать двигатель мощностью в пару киловатт и сравнить его характеристики с заводскими. Но это уже будет другая история. Тем временем клей у нас высох и мы получили замкнутый магнитопровод. Можно мотать обмотки. Мотаю 3 обмотки по 2 катушки в каждой. По принципу, сколько меди не жалко и проводом какой был. Получилось по 30 витков катушки. Просто у меня много вариантов по коммутации катушек. И соединяя их параллельно или последовательно, а также в треугольник или звезду, я могу менять характеристики будущего двигателя в широких пределах. Вот так будет устанавливаться ротор. Нужно, чтобы зазор между ротором и магнитопроводом был минимальный. Пробуем запускать. Такой двигатель не будет работать без контроллера. Это простой контроллер с Алиэкспресс. Стоит 2 доллара, максимальный ток заявлен 3 ампера, по факту 2,5. Ссылка на него будет в описании. Очень удобно, что можно один раз выставить обороты и при следующем включении он сразу выходит на режим. Субтитры сделал DimaTorzok и решил провести немного измерений. Максимальные обороты здесь получились 7800. Но, как потом я выяснил, то ли провода в мультиметре переломаны, то ли где-то контакт был слабый. В общем, если включать все напрямую, без мультиметра, то обороты будут гораздо выше. Субтитры сделал DimaTorzok Установил верхнюю крышку и пробую сдуть кучку саморезов вместе с гайкой М8. К сожалению, на видео это выглядит не так эффектно. А можете мне поверить, струя воздуха там довольно мощная. Конечно, не такая, как из продувочного пистолета компрессора, но даже просто подставив под нее пальцы, можно услышать характерный аэродинамический свист. А вот замеры оборотов двигателя, включенного напрямую. Здесь уже 12 тысяч. С верхней крышкой обороты еще увеличиваются и составляют уже 16 тысяч оборотов в минуту. Мощность струи воздуха, конечно, тоже значительно увеличивается. Напечатал сопло. Диаметр 8 мм. Вентилятор с соплом соединяется куском садового шланга. Так выглядит весь агрегат в сборе. На станок он крепится одним болтом М6. Питание вентилятора идет через реле инвентора шпинделя, поэтому он включается только если вращается шпиндель. Кстати, в сборе с соплом обороты двигателя составляют 18 тысяч. При этом окружная скорость на рабочем колесе составляет 60 метров в секунду или 216 километров в час. И это не считая вклада центробежной силы. На такой скорости через сопло проходит примерно 10 литров воздуха в секунду. А вообще такой поток оказался избыточным, и при работе я использую только половину мощности. Электродвигатель тоже получился с большим запасом. На него можно подавать значительно больший ток и снимать раз в 10 больше мощности. Единственный минус конструкции это повышенный шум из-за того, что верхняя крышка тонкая и пластик довольно звонкий. Нужно было печатать нейлоном. А теперь посмотрим на такую систему в работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!